Есть только один повод, способный собрать вместе людей, принадлежащих к совершенно разным общественным и политическим организациям. И повод этот нашелся. Недовольство действиями, а порой и бездействием городских властей заставило людей собраться на очередной митинг. Митинг у нас назван против антисоциальной политики местных властей. Это в первую очередь в какой-то мере даже губительное отношение со стороны городских властей, в частности Александра Станиславовича Кузьмичева, к работникам как троллейбусного депо, так и станции скорой помощи. То есть мы не только в адрес городских властей выставляем наши требования, но и в адрес областных в том числе. Пришли поддержать, ну конечно ГПРФ, пришли, насколько я вижу, союз рабочих, пришли ребята из левого фронта, пришли, если я правильно понимаю, даже анархисты. Пришла станция скорой помощи, представители станции скорой помощи. Придут, я пока не вижу, представители реабилитационного центра, будут представлены перспективы. И поглядим еще кто-то, наверное, сейчас пока не есть. Всего на митинг пришли чуть более 50 человек. Сами бунтари явно ожидали большего интереса к своему мероприятию со стороны горожан. Пока мы здесь будем собираться такими небольшими кучками, мы ничего не сможем сделать. Я тоже угоряю жителей города Иваново, которые мы раздавали в течение трех дней, листовки. Вот вдвоем с Эдуардом раздали около двух тысяч листовок. И мы смотрим, что мало народу сегодня подтянулось. Значит, все согласны с долей терпел. Мы не будем терпелами. Митинг у памятника вождю пролетариата был санкционирован городскими властями. Ожидаемых проблем, связанных с новым законом о митингах, у организаторов, как ни странно, не возникло. За исключением одного момента. Нам, в принципе, отказали в шествии. Мы хотели заявить шествие, заявили шествие. Нам отказали, естественно, предложили там в лесу провести шествие. То есть власть боится все так же, как она и боялась раньше. За последнее время претензий к власти у народа накопилось предостаточно. Связаны они и с троллейбусным депо, и с реабилитационным центром, и с мизерными зарплатами работников скорой помощи. Ругать бы чиновников не переругать. Но время поджимает. Митинг согласован только на час.